В эфире программа Котласского объединения телевещания. В студии Александр Узавин. Здравствуйте! В Котласе идет проверка готовности детсадов и школ к новому учебному году. В межведомственную комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций, ваши надзорные органы, правоохранительные службы, представители комитета по образованию гражданской защиты, а также собрание депутатов. С 16 по 22 августа держат экзамен 18 дошкольных образовательных организаций, 13 школ и 3 учреждения дополнительного образования. В ходе проверки члены комиссии особо пристальное внимание уделяют соблюдению требований пожарной безопасности, обеспечению санитарно-гигиенических условий и антитеррористической безопасности. В 2017 году на подготовку учреждений к новому учебному году в бюджете запланировано чуть более 28 миллионов рублей. Но необходимо отметить, что порядка 24 из них – это работы, которые выполнены в 2015-2016 годах, так называемые переходящие объекты. Например, в первой школе проведен текущий ремонт столярной мастерской, во второй – обновлены раздевалки спортзалов, в 17-й – отлажен система канализации, в столовой 76-й школы отремонтирована вентиляционная система. Новые ограждения появились у Центра дополнительного образования и в школе номер 91. Большой объем ремонтных работ, проведенный в дошкольных учреждениях Котласа. Так, в 11-м детском саду Земляничка проведен капитальный ремонт системы отопления. В Зореньке обновлены крыльца, в трех детсадах, Огонек, Теремок и Золотая рыбка установлена система видеонаблюдения. Готовы к 1 сентября школы Котласского района. Приемка учебных организаций началась 14 августа. Комиссия проверила санитарное состояние помещений и территорий, функционирование систем тепла и водоснабжения, готовность к работе. В новом учебном году пищеблоков, спортивных залов. Нарушений не выявлено. В преддверии нового учебного года в Архангельской области заработала специальная «Горячая линия». Она поможет региональному Министерству образования и науки проанализировать ситуацию и выявить факты незаконных денежных сборов с родителей. Отметим, что «Горячая линия» функционирует на постоянной основе. С ее помощью можно получить консультацию относительно правомерности тех или иных предложений о взносе денежных средств со стороны представителей образовательных организаций. В министерстве отмечают, что все работы по подготовке школ и детских садов по морю к новому учебному году, а также закупка оборудования и учебников оплачиваются из консолидированного бюджета. Любые дополнительные расходы могут иметь место исключительно на добровольной основе и с соблюдением соответствующих норм российского законодательства. Все нарекания по вопросам незаконных денежных сборов с родителей, школьников и воспитанников детских садов принимаются будни по телефону 818-2-285-585. В регион возвратилась июльская жара. Как уверяют синоптики, температура воздуха днем будет держаться возле отметки в 30 градусов еще как минимум до среды. Многие котлажане вновь отправились к воде, чтобы продолжить купальный сезон. Однако это небезопасно, предупреждает Котласский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области. Августовские исследования речной воды и песка были проведены на правом берегу реки Северная Двина в районе Серебряного Дождя. Это официальное место массового отдыха горожану воды. Результаты лабораторных исследований показали, что пробы песка по микробиологическим и паразитологическим показателям позволяют принимать солнечные и воздушные ванны на территории пляжа. А вот качество воды в реке не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям. Содержание общекалиформных бактерий в исследованных образцах почти в 3,5 раза превышает гигиенический норматив. Термотолерантных калиформных бактерий более чем в 17 раз. Также установлено превышение гигиенических норм по показателю химическое потребление кислорода. Таким образом, вода в реке Северная Двина небезопасна в эпидемическом отношении. Чтобы помнили, сегодня в Котласе по инициативе общественных активистов преобразился мемориал ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Память о погибших ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС теперь не только в камне. Подробная информация о подвиге россиян на двух антиводальных баннерах. Они были изготовлены коряжемской компанией Альфа-Принт на собранные средства благотворителей, в их числе предприниматели и просто неравнодушные жители города. Монтаж конструкции произвели своими силами активисты организации «Союз Чернобыль» расширить мемориальную зону. Их идея. Цель, чтобы, во-первых, не просто этот памятник был, а просто как бы люди могли подойти, почитать, узнать. О Чернобыле сейчас, наверное, уже мало кто и знает, потому что сейчас другие заботы, другие дела. Трое мужчин на фото – герои навечно. Это они. Спустя пять дней после взрыва бесстрашно отправились в затопленные смертоносные камеры четвертого ядерного реактора, чтобы открыть задвижки и спустить воду. В противном случае повторного, еще более мощного взрыва на ЧАЭС было бы не избежать. Я считаю, что надо, чтобы все люди знали об этом, что не так просто, что вот мы съездили туда, как бы что-то там заработали и приехали. Многие у нас болеют, многие инвалидами становятся. То есть это не так все просто. Установка информационных баннеров – только начало реализации проекта котловских ликвидаторов. В планах – дальнейшее благоустройство зеленой зоны, ограждение бордюром бетонной дорожки и оформление цветочных клумб. А значит, сбор средств продолжается. А теперь в Архангельск, в Ломоносовском суде, состоялось заседание по делу Дмитрия Козлова, координатора движения «Последний адрес». Его активисты увековечивают память о тех, кто пострадал от политических репрессий при советской власти. Но, как оказалось, восстанавливая память, активисты и нарушали правила. Вот она, причина судебных разбирательств. Мемориальная табличка в честь слесаря Игнатия Бессонова на стене дома номер 35 по улице Серафимовича. Отсюда в 37-м году Бессонова забрали сотрудники НКВД. Через несколько месяцев расстрел. Увековечить память о репрессированном оказалось непросто. Дом – объект историко-культурного наследия. И установка на нем каких бы то ни было знаков или табличек требует специального разрешения, которого у активистов не было. Специалисты в региональном органе охраны должны рассмотреть или рабочую документацию, или ведомость работы, или хотя бы план расположения каких-то предметов, которые навешиваются на памятник. И с точки зрения последующей реставрации, либо согласовать, либо предложить, допустим, провести государственную историко-культурную экспертизу. Но в данном случае, со всем уважением к общественному движению «Последний адрес» мы вынуждены были констатировать, что здесь, этой стороной вопроса пренебрегли. При этом члены «Последнего адреса» прекрасно знали, что для установки таблички необходимо специальное разрешение. Вот только договориться о его получении они не смогли. «Пытались это согласовать с инспекцией. Действительно, очевидно, не вовремя. Но, после инспекции ссылался на телефонный разговор, в течение телефонного разговора, почему-то не было возможности урегулировать. И поскольку я не находился на тот момент в Архангельске, не мог просто подойти вовремя к ним для очного общения. И, к сожалению, было вынесено предостережение. Дальше пошел процесс». Дом, где установлена табличка, признана аварийным и к концу года должен быть полностью расселен. Жители говорят, непонятно, как мемориальная доска размером с почтовый конверт могла навредить зданию. «Я живу здесь 40 лет, но я не против таблички. Пусть она висит. Когда мне сказали, что сама фасад, я просто удивилась, что как она могла испортить фасад, такая маленькая табличка. Она висит, она никому не мешает. Она даже в глаза не бросается. Но подходят люди, смотрят, интересуются». В инспекции по охране памятников подчеркивают, претензии у них не к табличке, а к отсутствию разрешения. И тут закон на их стороне. «У Козлова Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотрено в части 1 ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей». Дмитрий Козлов с приговором остался несогласен и собирается его обжаловать уже в областном суде. При этом о демонтаже мемориальной таблички сегодня речи не идет. Сейчас на юг региона. Одно из уникальных мест Велегодского района находится вдали от людской суеты в окружении живописной и поистине первозданной природы. Дивных лесов, лугов, холмов. Посреди полуразрушенная церковь с блестящими куполами. Все это Христофорова пустынь. Первые упоминания об этом месте уходят корнями в 16 век. В 1555 году основателем пустыни стал Христофор, ученик и пострижник преподобного Лонгина, игумена Коряшемского монастыря. Сюда он пришел за уединением. «И по легенде ему было явление иконы Божьей Матери Адигитрии, путеводительницы. И вот в этом месте он основал такую пустыньку». Но уединиться Христофору совсем не удалось. К отшельнику начали стекаться богомольцы и ученики. Последователей преподобного Русской Православной Церкви оказалось так много, что с годами здесь образовался большой приход, окруженный пятью деревнями. Привлекало это место и тысячи паломников, жаждущих исцеления. Не только духовного, но и телесного. Его им давала целебная вода. Ее для людей отворил тоже Христофор. Со временем она получила славу живой. Матушка Россия, как и Архангельская область, богата историческими, духовными и культурными местами. Пожалуй, самое оригинальное и удивительное место – это Христофорова пустынь. Слова о ней шла далеко за пределы нашего региона. Известно, что первая и самая любимая жена Ивана Грозного, царица Анастасия, была больна от депрессии. И излечиться она смогла только благодаря целебным свойствам воды из Христофоровой пустыни. И сегодня за целебной водой ключа приезжают жители не только близлежащих сел и городов России, но даже из-за границы. Как ощущения? Что вы почувствовали? Как водичка? Так, обжигающая. Я хочу сюда, чтобы получить здоровье, защиту. Господа Бог, детям своим хочу здоровья, чтобы у них было счастье, семейное благополучие и небесная благодать. Уже несколько веков как обитель упразднена. Одинокий храм вдали от людской суеты, но не от Бога – одна из главных достопримечательностей этих мест. В нем до сих пор сохранена чудотворная икона. Второе дыхание это место получило в 70-х годах прошлого столетия. Интерес к нему проявил ныне покойный настоятель Коряжемского храма Михаил Яворский. Начали с того, что начали обустраивать здесь источник. Обустроили источник, тропиночку сделали и потом начали понемножку восстанавливать храм. К этому делу подключилась конечно и комбинация ЦБК. Сегодня церковь в честь иконы Божьей Матери Адигитриевская памятник регионального значения. Ее восстановление идет всем миром за счет пожертвований предпринимателей, местных жителей и прихожан. В первую очередь мы отремонтировали, купили тот фундамент, который подгнил, то, что можно было сделать, дорожки, которые уже подровняли, саму часовню, что можно будет еще сделать, крыльцо, чтобы не упало. И двухэтажный дом. В первую очередь у нас это сделать стоки, чтобы не попадала вода под дом, чтобы этот дом у нас не сгнил. По кирпичику, маленькими шажками возрождается не только внутреннее и внешнее убранство пустыни и храма, но и культурное наследие поистине уникального, исторического и природного места. Пять лет назад по инициативе главы сельского поселения Василия Вахрушева здесь началось проведение православного фестиваля «Пустынь Моя Христофорова». Он проходит ежегодно в День России 12 июня. Участники и зрители со всего юга Архангельской области погружаются в атмосферу единения с традиционными культурными и духовными ценностями. Наслаждаются великолепной велиготской природой, участвуют в выставках, мастер-классах, дегустации православных блюд и напитков, которые бытовали на русском севере. Идут крестным ходом. Много гостей и богомольцев съезжаются сюда и 28 июля на праздник иконы Адигитрии. Полна пустынь на 9 пятницу по Пасхе и 8 сентября. В день рождения Богородицы. Жители Поморья приглашают принять участие в голосовании по проекту государственной программы Архангельской области – формирование современной городской среды на 2018-2022 годы. Она направлена на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха жителей в городах, городских и сельских населенных пунктах региона. Для обсуждения и дальнейшего участия в программе принимаются инициативы и обращения жителей Архангельской области, общественных и иных организаций, заинтересованных в создании комфортной городской среды. Для Поморья это возможность привлечь дополнительные средства федерального бюджета для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах. Начать реализацию федеральной программы в следующем году планируют и в Котласе. Для формирования адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, была проведена инвентаризация. В период с 10 июля по 5 августа управляющие организации и ТСЖ представили в комиссию заполненные паспорта благоустройства дворовых территорий. Было рассмотрено более тысячи дворов. 857 успешно прошли инвентаризацию. Выходили специалисты администрации вместе с работниками управляющих компаниями и старшими по домам, либо с представителями ТСН, председателями ТСН и обследовали дворовую территорию. То есть это было не просто, что кто-то пришел, какой-то паспорт заставил. Сходили, смотрели, замеряли, обсуждали и в соответствии этого оставили определенные критерии, которые указаны в паспорте. Сейчас в управлении городского хозяйства разрабатывают порядок рассмотрения предложений для определения очередности работ по благоустройству. В областном центре снимают кино. Полсотни архангелогородцев задействованы в съемках телесериала «Хождение по мукам». 12-серийный фильм покажут на НТВ к столетию Октябрьской революции. С самого утра на причале у морского вокзала «Суета» к отплытию готовится легендарный пароход-колесник «Гоголь». На его борту в 2017-м, 1914-й и большая съемочная группа сериала «Хождение по мукам». По коридорам, стесненным многочисленным кинооборудованием бегают операторы, осветители, ассистенты и реквизиторы. Режиссер тем временем приоткрывает содержание предпоследнего эпизода теленовеллы, которые в ближайшие два дня будут снимать в окрестностях Архангельска. Даш уезжает вон из Питера, уезжает в Самару. Вот и тут же встречает очередной раз Телегина, который тоже едет в Киниш. Поэтому мы немножко подбираем с рекой, но такого парохода второго не найти. Северная Двина исполняет роль Волги-матушки, по которой путешествует герой Алексея Толстого. Над Гоголем рейд флаг Российской империи, а корпус украшают двуглавые орлы. На верхней палубе парохода расположился ресторан, где благородные дамы и кавалеры вот-вот займут свои места. В массовке «Архангелогородцы» более 45 человек, среди которых даже финалистка конкурса «Краса Арктики-2017» Екатерина Широкова. Катя, как и другие актеры массовых сцен, накануне отплытия Гоголя примеряла костюм. Магией перевоплощений в совершенстве владеют костюмеры Мосфильма. Они словно на винтажной барахолке ловко достают нужную шляпку из тюков и точно знают, как должен выглядеть горожанин в начале 20 века. «Это определенные ботинки, определенная длина, ширина штанина. Это длина сюртука, это определенный ворот, галстук, пластрон, может быть бабочка». За считанные минуты до отплытия уже загримированные пассажиры начала прошлого века не расстаются с символом века нынешнего. Во время 12-часовой рабочей смены актерам массовки можно будет пользоваться телефонами только в перерыве. В ближайшие два дня пароход будет курсировать по Северной Двине, практически по своему привычному маршруту, от причала морского речного Клявля. Муниципальное предприятие «Горводоканал» извещает жителей Котласа о том, что 23 августа с 20 часов до 8 утра 24 августа будет производиться промывка водопроводных сетей города. А это значит, что вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Использовать ее в питьевых и хозяйственно-бытовых целях запрещено. Необходимо сделать запас воды до начала работ по промывке сетей. На сегодня это все. Смотрите нас и оставайтесь в курсе событий. Чем живут наши дачники? Что растет у них на огороде? Какие есть домашние животные? Кто лучше всех? Кто красивее? Приглашаем всех дачников в наш новый телепроект «Битва за урожай». Для участия необходимо сфотографировать, снять самостоятельно или пригласить нашу съемочную группу на свой дачный участок. Загрузить фото или видео в группу ВКонтакте «Битва за урожай Котлас». Лучшие работы получат призы. Подробности по телефону 8 953 265 5070 или по адресу Ленина 60, телекомпания Кот. Мамочки, ценная информация. В супермаркете «Адмирал» снижены цены на детское питание. Суки Тема от 15 рублей 30 копеек, мясные консервы от 37.30. К 1 сентября для школьников и в подарок учителям наборы наивкуснейших конфет и новая торговая марка шоколада «Победа вкуса». Яйца с сюрпризом по 53.90. Для любителей пасты итальянские макароны, колбас на модели сниженной цены на сосиски молочные и колбасу особую со шпигом. Блинчики с творогом чуть больше 50 рублей, а пельмени русские по 147.90. Двинские ручной работы еще дешевле. Ждем вас за покупками. С 21 по 26 августа во всех магазинах сети АВФ «Книга» финальная летняя распродажа скидка 30%. На весь ассортимент, кроме школьной учебной литературы. АВФ «Книга» читайте вместе с нами. Подробности акции по телефону 2-63-78. «Марикор» – источник йода в органически связанной форме. Улучшает состояние эндокринной системы, снижает уровень холестерина, обладает мягким желчегонным действием. Возьми энергию Белого моря. Спрашивай «Марикор» в фирменных магазинах Архангельского водорослевого комбината в вашем городе. Снова в школу. В отделе «Тысяча и одна сумка». Большое поступление школьных ранцев, рюкзаков, эргономичные конструкции, облегченный вес, светоотражающие элементы, водонепроницаемые материалы и яркий дизайн. «Тысяча и одна сумка». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж. Внимание! В Котласском дворце культуры состоится выставка продажа «Вологодский мед» и «Мед России». Пенсионерам скидки. Ждем всех 22 августа с 10 до 18 часов. Впервые в Котласе с 5 по 28 августа выставка пушистиков и экзотических животных в ТЦ «Темп» на третьем этаже. Дети до трех лет бесплатно. Фикс прайсы! К новому учебному году готовы? Всегда готовы! Тетради, ручки, карандаши и многое другое для школьников и студентов во всех магазинах «Фикс прайс». Мы готовы! Алло, Леночка, ты это видела? К шубе пальто или шапка в подарок. Только в день рождения салона «Зимняя сказка» при покупке шубы пальто или шапка в подарок. Беру все! Меховой салон «Зимняя сказка». Котлас, ТЦ «Невский», Невского 33А. Объявляем школьный бум. В магазине «Комтел» телефоны, принтеры, ноутбуки, компьютеры, канцелярские товары с удвоенной скидкой по дисконтной карте. Мы поможем подобрать оптимальный вариант для вашего школьника. Собрать ребенка в школу и сэкономить легко. В магазине «Максимум плюс» на Ленина 18 до 31 августа скидка по дисконтной карте «Комтел» удваивается. Все необходимые школьные принадлежности по выгодной цене. Стройбаза «Элеватор» на Кирово 14А предлагает все для стройки от соколя до кровли в наличии и под заказ. В розницу по оптовым ценам цемент, облицовка, кровля, краски, утеплители известных марок и многое другое. «Элеватор» на Кирово 14А. Низкие цены всегда. Отдел «Ирена» торгового центра «Фрегат». Еженедельное обновление товара. Скидки на летний ассортимент до 50%. Акция действует до конца месяца. Спешите. Отдел «Ирена» торговый центр «Фрегат», второй этаж. Приветствую вас в новой рабочей неделе. Я, Елена Нилаева, расскажу вам о погоде на вторник. Генеральный спонсор нашего выпуска – сеть магазинов «Шикарные двери», где вам помогут сделать ваш дверной проем идеальным. Сенсация! Компания «Шикарные двери» представляет. До 31 августа. Глобальные скидки до 40%. Шикарные двери. «ДЦ Южный», «ДЦ Рубин» на «Фронзе 11». А также в «Коряжме» на «Дэпцина 2». Шикарные двери. Открывайте с любовью. «Лунный календарь» советует не останавливаться на достигнутом. А для лучшего пути прикупите новую качественную пару обуви в отделе «Рикер». Комфорт, удобство, красота – в «Рикере» найдешь всегда. Специально для вас немецкое качество по привлекательной цене. Осенняя коллекция уже в продаже. Для изящной женской ножки, сапоги и ботинки. Идеальная пара для мужчины – стильные кроссовки и ботинки. Все модные тренды нового сезона в отделе «Рикер». Торговый центр «Кристалл», второй этаж. Календарное лето катится к закату, но климатически не спешит уходить. Синоптики на этой неделе прогнозируют не просто тепло, а даже жару. Во вторник в городе будет малооблачно, возможны дождь и гроза. Температура воздуха днем – плюс 21, плюс 28 градусов. Ночные часы в столбе термометра отпустятся до плюс 18. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер южный – 2-3 метра в секунду. Это был прогноз погоды на 22 августа. Продуктивной вам рабочей недели. Будьте счастливы! Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат» 2-й этаж.